Максимальная разрешенная скорость по городу 60 км в час. Это знают все. Однако следуют правилу на Северном мосту единицы. На спидометрах большинства стрелкой переходит рубеж в 100 км. Результат – огромное количество аварий. Это самое последнее произошло на в прошлую пятницу с участием двух МАЗов и КАМАЗа. И вот итог. У водителя КАМАЗа черепно-мозговая травма и перелом ключицы. Пассажир МАЗа уже переведен из реанимации в отделение. В ДТП мужчина потерял ногу. Водитель МАЗа до сих пор в реанимации. У него самое тяжелое повреждение – ушиб головного мозга. Никаких прогнозов медики не дают. По словам свидетелей, МАЗ, который врезался сразу в два грузовика, двигался с большой скоростью. И так по Северному шоссе ездит большинство, говорит заядлый дачник Павел Климов. Он каждый день ходит на свой приусадебный участок, как и еще несколько тысяч череповчан. Все они как один уверены – здесь нужен светофор. Там бы и тут бы надо так. Разметка вроде сделана, а пешеходом не нарисована. Вообще не перейти вот так. Машин поток большой. Каждый раз идешь в таком, что они, бывает, остановятся, а другие мчатся. Тут у нас тут уже задавили мужчину по даче. В выходные дни не перейти, конечно. А так на неделю и уступят, и пропустят. Вот над нами как раз знак пешеходный переход. Сейчас мы испробуем на себе, насколько удобно здесь переходить дорогу по зебре, которая, к сожалению, не нарисована. На то, чтобы перейти дорогу, нам понадобилось несколько минут. При этом практически после каждого преодоления полосы приходилось ждать, пока остановятся машины в следующей. Очень скоро, заявил сегодня начальник управления КАП строительства мэрии Виктор Антонов, ситуация изменится. Светофорный объект, где у нас остановка, там створили улицы Архангельский, между мостами и между остановками дача 1, дача 2. 3 миллиона 950 тысяч. Работы по установке светофорного объекта начались сегодня. В проекте монтаж современных павильонов двух автобусных остановок. Строительство спусков для пешеходов. Их выполнят в виде лестничных маршей. Плюс дорожка пешеходная более уже практичная, чтобы люди не перебегали дорогу, где попало, а перед светофором, как положено, чтобы транспорт не разгонялся за речью и не останавливался на фанере, а действительно притормаживал, чтобы была не только видимость, а была культура. Приемка объекта назначена на 30 августа.